ну что коллеги мы продолжаем чуть-чуть еще поговорим в оставшееся время у нас еще есть минут 15 поговорим о колледже всех жду пока вы присоединитесь и чуть-чуть договорим что-то мы байрона не успеваем для такое подозрение перенесем его на следующий раз и поговорим немножко о колледже ну договорим нас есть 15 минут можете потом мне позадавать вопросы либо да но мы пока подождем чуть-чуть и начнем потихоньку пеликан символ христа знак христа жертвы согласен ну я большой специалист по пеликан мне целый роман написал про пеликанов поэтому у меня там жертвы христоподобие окей ну что друзья давайте потихоньку тема нашей лекции пеликан у нас альбатрос другая птица ну почему пеликан но сушки я вот роман откройте там что написано для вам просто открытым текстом все пишем вот ну хорошо давайте тогда мы пойдем дальше там половина к нам уже присоединилась и я потихоньку начну и так смотрите главный герой попадает в ситуацию отчуждения то есть ситуация геосфера мир вокруг него кошмарным да не жалко ну почему жалко ну может быть жалко хуке ну если вам жалко то вот у сартра а то другие согласен да ну конечно было влияние да разумеется колледжи влияние было и раз гумилёв переводил то пление был то есть вот эта музыкальность вот эта игра вот эта символика нет все было важно для русской литературы георгий иванов переводил поэму христа бэй то есть кольджи естественно переводили вот метафизику эту личный ад то есть такой сложный личный ад на достоевский его более прозаизировал а здесь все таки но какие-то элементы эти поэтического нам предлагаются так смерть жизни вокруг кошмар внутри тебя жизнь ты живешь вокруг этого кошмара ну и дальше вот он все видит видит все эти кошмары они усугубляются до какого-то момента в какой-то момент главный герой вид игру игру морских тварей и она им нравится то есть он видит по существу но начинает испытывать симпатию к морским змеям каким-то тварям которые там копошатся в воде и вот с этого момента начинается его возрождение вот его спасает при приходит лодка на которой сидит ребенок рыбак и отшельник вот три составляющие одной личности невинность христоподобная отшельничество от решения от мирской суеты и но такое символическое занятие апостольское связанное с жизнью то есть рыбак христос как известно делал апостолов ловцом человеков а сами апостолы были рыбаки но вот с этого момента он спасен но он должен всем ходить и рассказывать о своем преступлении что он в общем то и делает следующая поэма я буквально два слова и на этом закончу следующая поэма это поэма кристабель поэма кристабель от нас осталось только там две главы все что дальнейшее написал колледж он не опубликовал ему показалось что это все нечестным но вот кристабель она действительно завораживала современников такой неожиданностью надо но что мне кажется как до рыба символ христианство совершенно верно я просто не успеваю все произносить но смотрите что как какие проблемы здесь эллиот очень хорошо относился колледжу но очень критиковал у него есть довольно резкое сс в отношении колледжа которое включено в книгу the use of poetry the use of coiticism большую часть идей эллиот заимствовал у колледжа но некоторые вещи он заимствовал с обратным с обратной оценкой то есть то что колледж например говорит о гамлете ценность гамлетов вот в этой в невероятном замысле невероятной силе которая не имеет воплощение в реальном мире это собственно и содержание гамлета и вот этот невероятный посыл очень мощный то есть события гамлета настолько не соответствует вот этой мощи который стоит за ними что она очень впечатляет и это принцип романтики недовоплощения колледж примерно также интерпретирует гамлета только говорить что то это ошибка так писать нельзя гамлет это неудача и потом колледж очень ругает поэзию то есть эллиот ругает поэзию колледжа говорит ну вот он написал кубаха ну шо это такое но это же не написанная вещь это просто какой-то процесс какое-то сканирование собственного бессознательного процесс ради процесса неясные не воплощенные образы образ не не успевает воплотиться уже превращается во что-то другое ну так это и есть величие колледж вот и более того он даже пародировал колледжа в поэме бесплодная земля тому у колледжа есть в кубахане в измьюзи клаудан лонг а вот бил дедом и не эту все этот купол возведу в небесах а у эллиота бесплодной земле sweet fans run softly ты лая and my song sweet темс ран софли софт ли форай спик но лаут но он то есть это такая отсылка классическому стихотворению колледжа на нога игра вот поэма крестабель чё там в этой поэме всех завораживало именно то что она ничем не закончилась то есть каким-то предчувствием ужаса предчувствием зла что это за поэма какой там сюжет то есть поэма можно как угодно интерпретировать ну я бы сказал что там есть какая-то версия не совсем во первых эллиот говорит о другом эллиот смотрите прежде всего здесь нет выбора у колледжа то есть конечно легко прийти к богу из тебя так замучили ну давайте это разберем ну просто легко ты приходишь к богу тебя посадили вот в какой-то ад стали разогревать ухо плохо то мне ой как тяжело ой вокруг черти ой не 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 хочу я понял теперь какой бог хорош чё это такое то есть вот если бы была другая ситуация и был выбор вот тогда да но что ты мне подсказываешь у старого морехода выбора никакого не было ну просто поставили в такую ситуацию в которой он вынужден был прийти к раскаянию тысяч добровольно вот тут другое дело поэтому эллиот такой любить не мог но и потом эллиот все-таки говорит нам а важную вещь у него смерть в жизни не жизнь в смерти жизнь смерть это живое окруженная смертью так не бывает но просто не бывает и все вы тоже мертвы понимаете для эллиот это существенно у него смерть в жизни смерть при жизни но не жизнь в смерти это разные вещи эллиот не допускает ситуации жизни в смерти но колледж был для него но таким мучением что ли то есть нужно понимать что это спор двух величайших людей к для него колледж это мучения такие были личные да он спорил не соглашался и принимал менял оптику и так далее многие идеи колледжа эллиот воспользовался окей некая крестабель уже хорошее начало отправляется в темный лес помолиться за душу своего жениха почему в лес зачем вот что тебя туда понесло вот зачем чтобы что церкви что ли мало часовни что ли нет но вот она идет в лес помолиться как-то нелепое немножко начало нелепый перевод георгия иванова поэма начинается в русском переводе ужасно запредельно сэр лионайл знатный барон старую суку имеет он вот как замечательно конечно вот но так же и двусмысленно но давайте всерьез отправляется в лес начало готическое смотрите замок лес то есть типичные топика готики то сейчас произойдет что-то ужасное но и вот в этот момент появляется из мрака леди джеральдина это воплощение зла но крестабеле хочется и помочь она это не чувствует она не различает зла но рэдди джеральдина это стопроцентное зло и вот крестабель приводит леди джеральдину в свой дом там собака на нее реагирует все реагируют дух матери спускается они засыпают и вот здесь тоже происходит такая медиумическая ситуация вот сны крестабеле становятся страшно тревожными кошмарными с утра она просит отца отправить куда-то эту леди джеральдину но отец подпал под ее чар уже этого зла такого который имеет форму невинности и ссорится со своей дочерью все на этом поэма заканчивается про что она непонятно но она потрясает предчувствием зла и вот всем этим готическим антуражем ну я думаю что будет что-то я читал ну этот как бы конспект который колледж предлагает этой поэмы надо сказать что неудивительно что она мне закончил ничего более искусственного странного и нелепого даже с учетом того времени я не читал но само это начало она гораздо важнее то есть видите какой-то незаконченность фрагментарность неопределенность мы остаемся в каком-то странном удивлении еще одно один текст который я коротко скажу это кубла хан или хубилай хан но как известно колледж принимал вещества ну собственно говоря романтики не то что этим увлекались но как-то вещества тогда не были в моде и они не сделали эти вещества модными но смотрите томас де квинси это приятель колледжа пишет книжку о наркотиках это первая книга в истории человечества о наркотиках называется исповедь англичанина употреблявшего опиум это томас де квинси это ближайший друг сам или колледжа противник интеллектуал который увлекся настолько опиумом что попал в наркозависимость а это продавалось в любой аптеке колледж осудил книжку то есть простите томаса де квинси да кто писал драг дискурс это дэ квинси потом гатье написал и наконец бадлер одну из таких основных книг самых своих интересных он назвал искусственный рай первая его часть опиум она представляет собой перевод вольный перевод книги томаса де квинси вот это первый драг дискурс но они не сделали это все модным вот битники уже другое они нанесли нам непоправимое увечье по существу и масса культура быстро подстроилась создав нам но вот то что мы видим в этом состоянии в любом случае де квинси был первый колледж тоже в этом смысле преуспел правда он осуждал он говорил что он пользовался наркотиками не из развращенности как это делал де квинси а потому что у него что-то болело в любом случае он что-то такое принял ему что-то такое привиделось потом это состояние ушло и он написал кубла хан не в этом состоянии в этом состоянии ничего кроме слюней выжить из себя нельзя а вот потом когда оно прошло вот это вот это он описывает вот это видение было невероятно сильным то что он здесь описывает как это можно перескать это такая вот стопроцентная поэзия стопроцентная игра это невероятно яркая звукопись это потоки образов которые не успевают воплотиться и превращаются что-то другое это прием синестезии то есть это такая скрябиновская музыка то есть взаимоотношения между звуком семантикой цвет вот эти вот соотношения колледж улавливает и создает невероятные метафоры где встречаются разные линии вот разные сил потом он показывает что человеческое сознание является потоком человеческое сознание по существу является движением является развитием она куда-то устремляется то есть она не является не следует логике логики да это важный момент вот этот момент невероятной встречи с анестезией это такое видение некоего восточного хана хубилая хана который создал себе великолепный дворец такой земной рай то есть где собрал все сокровища где собрал все возможные кушания вот такое пространство абсолютно райское то есть это способность к предельному гедонизму умение схватить вот эту мощь и приток и силу реальности в буквально нескольких словах вот это пожалуй невероятная сила там возникает и райский мир элизиум с одной стороны подвешенный это как собор такой подвешенный воздух где все звучит все звенит и так далее ты просто читаешь этот текст него надо чтобы звуки его обволакивали тебя вот там есть женщина которая рыдает по своему демону который бросил прям как у лермонтова да какая-то царица которые какие-то пращуры которые проклинают кого-то но и в конце появляются такое лицо вот сама у белая хана видимо это поэт с горящими такими невероятными глазами ну да такой кислотный но не кислотный он конечно но сознание наше сложнее и хочется нам показывать пространство чуть сложнее чем мы думаем в нормальном состоянии друзья нам пора заканчивать я тоже подустал в следующий раз мы поговорим о джорджи гордоне байроне вот это будет в то же самое время 14 30 мы соберемся поговорим о байроне как о таком специфическом британском по этим хорошо есть нет вопросов тогда я спасибо спасибо всем я надеюсь что ответил до другие это действительно от но это это понимание того что мы заброшены для кого-то состояние жанна поле сартр было адом но вот это вот такая демонстрация личного ада который мы сегодня поговорим спасибо друзья спасибо 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 пеликан все-таки не альбатрос но тоже крылья у него большие на земле он убого смотрится вот а в полете просто шикарный ну и потом он такой нелепый альбатрос все-таки как-то понятие навеличить на американском немножко гротескный да такое с двойным подбородком люди пеликаны друг по отношению к другу а может альбатросы но для меня пеликаны вот окей хорошо можете почитать пока мильтона потерянный рай вот можете не читать поговорим да мы поговорим о чем поговорим о поэме гиур можете прочитать поэму гиур поэму корсар ну и наверно каин мистерия каин можете прочитать дон жуана ну будьте ходить с матышей то есть смотрите дон жуан то очень смешное произведение это очень талантлива это уже не романтизм но вот я поговорю там о гиуре поговорю о каине чуть-чуть поговорим о дон жуане это очень смешно вот гиур это конечно романтика такая устаревшая но у нас юль но нет времени манфрид каин манфрид это конечно круто и симфонические поэмы сочинены но спасибо вот но но каин не знаю скорбь знания короче погрузимся в скорбь все всем пока всем спасибо до свидания я сохраню эфир как все просили и тут целой сутки будет это висеть можете ознакомиться если кто что-то пропустил все до свидания джойса не будет у нас девятнадцатый век откуда у нас джойс вот джойса у меня вообще в этом мистере не будет не положено ладно все у меня вторая половина двадцатого века с утра и там джойса нет он в первый писал и девятнадцатый век джойс еще нет тут уже нет тут еще нет выпадает но джойса смотрите друзья ну пожалейте меня я про этого джойса уже 20 лет рассказываю ну любой на ютубе есть лекция много очень в контакте марзамас по моему вывесил все есть я лучше что-то расскажу что я давно не рассказывал все пока но я что-то устал сегодня но проведем сделаем вечером эфира ладно все пока